Привет, друзья! С вами канал Maros Live. Как вы уже в курсе, в Чехии введено новое чрезвычайное положение. В сегодняшнем видео хочу разобрать, что же реально изменилось с введением нового чрезвычайного положения. На заседании в четверг, 25 ноября 2021 года, правительство Чехии приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение. Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, поэтому решили ввести чрезвычайное положение на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бадеш. Валя, про здравотники риска. Мы с вами инспировали в такзв. баворском модели, но не это баворский модел, прошу вас. Мы очень детальны решили те остальные опатры, которые проведут этот модел. Этот модел, так званый ОН, это означает, что приступ к различных служб, реставрации, музеи и так далее, будут иметь только очкование от тех, которые преконали COVID. Режим чрезвычайного положения позволит правительству принимать те карантинные меры, которые невозможно ввести на основании действующих законов, например, ограничить свободу передвижения граждан. Были введены карантинные меры, об этом уже много кто говорил, но сегодня я хочу разобрать в реальности, что же поменялось с новым введением этих карантинных мер, поэтому будем сейчас полностью с вами их разбирать. Итак, ребят, первый пункт, это запрещается проведение рождественских ярмарок, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Исключение сделано только для елочных базаров и точек продаж живого карпа. Обычных и фермерских рынков, где продают типичные продукты питания, мясо, овощи, фрукты и так дальше, запрет не коснется. Они продолжат работу. Но в реальности очень, конечно, плохое решение правительства, потому что запретили ярмарки, хотя говорили, что больше не будут запрещать ярмарки, будет все нормально, то есть будет нормально Рождество у чехов, смогут они прийти, погулять, там выпить Глентвейна, либо сваржака ихнего вина. Но в итоге ухудшилась ситуация с короной и, как правило, решили все-таки отменить эти ярмарки. Но что в реальности сделали мэры определенных городов? Вот так, к примеру, власти чешского города Мост отказались выполнять постановление правительства и нашли способ обойти запрет на проведение рождественской ярмарки. Для этого мэрия формально изменила концепт мероприятия. Вместо рождественской ярмарки на центральной городской площади с 26 ноября по 6 января пройдет зимний фермерский рынок. Но только на бумаге. Все стандартные атрибуты праздничной ярмарки будут сохранены. В постановлении правительства четко сказано, что запрет касается только рождественских рынков, тогда как обычные продуктовые фермерские рынки могут работать. Но с одним условием, на них нельзя ни пить, ни есть купленные продукты. Второй пункт. Ресторанам, барам, другим заведениям общепита, также клубам, дискотекам, казино и иным увеселительным заведениям запрещается работать с 22.00 до 5 утра. Давайте вот здесь реально чуть остановимся и посмотрим более подробно. Если брать обычный, так сказать, рабочий класс, вот нас с вами, иностранцев, которые сюда приехали, работают. Вот в реальности, кто за последние 3 месяца был хоть в одном из таких заведений? Рестораны, бары, там клубы, дискотеки? Вот в реальности напишите в комментариях, и были ли вы в такой период, там с 10 вечера до 5 утра, чтобы четко понимать это ограничение, будет сильно расстраивать вас, нас и всех остальных жителей или нет. Но я понимаю, это большие города, это такие города, как Брноу, Прага, Пилзень, там возможно, да, для молодежи это будет, конечно, печально. Но если брать реально другую часть населения, которая чуть постарше, то я думаю, они, в принципе, сильно не расстроились. Естественно, чехи, конечно, ходят в рестораны, в бары, мы тоже, в принципе, последние 3 месяца были в ресторанах, заходили в Праге, кушали. Кто подписан на нас в Инстаграме, тот в курсе, наверное, был, мы показывали все это в сториз. Так вот, ребят, при уходе нас спросили, есть ли у вас сертификат о вакцинации? Мы сказали, да, конечно, есть, вам показать он, не-не-не, не надо, я потом спрошу. Ну, в итоге мы пошли, покушали, и по итогу никому не нужен был этот сертификат, просто спросили, есть? Да, нету, ничего страшного, потому что много уже кафешек, ресторанов и в Праге уже принимают даже людей без вакцинации, без сертификатов, не забили просто на эти ограничения правительства, потому что это их не бизнес, а он у них рушится. Так что такая вот ситуация с этим пунктом. Идем дальше. Запрещается употребление алкоголя на улицах, площадях и в других общественных местах, то есть купить глинтвейн на улице и выпить его по дороге домой не получится. Ну, честно скажу, такое себе ограничение, в реальности, кто захочет, тот выпьет, и, в принципе, как показывает практика, я, конечно, по всей Чехии не катаюсь, но много людей идет и может пить спокойно тоже пиво. Но в Праге, допустим, те же туристы спокойно это все делают, и никто ничего им даже не говорит, и если раньше там даже полиция за этим четко смотрела и соблюдала эти все карантинные меры и правила, то сейчас просто на это закрывает глаза и все нормально. Так что такие вот реалии. Следующий пункт. Запрещается употребление пищи в фудкортах торговых центров. Еду можно будет купить и забрать с собой, а вот съесть на месте уже нет. Исключение сделано только для обособленных ресторанов с отдельным входом и собственными столиками. Тоже, честно, такое себе ограничение сделали, написали, нельзя кушать там на фудкортах и все такое. Но, опять же, кто хочет, тот возьмет и покушает, и никто никому ничего не скажет и не сделает. По сути, опять же, это же вы не будете открытую кушать перед Пражским городом, перед правительством, чтобы они видели, что вы вот кушаете еду и нарушаете их ограничения. Дальше, интересный пункт. На общественные акции в форме вечеринок, корпоративов, свадеб, собраний, клубов по интересам и так дальше вводится лимит участников до 100 человек. Ну, вот здесь, конечно, серьезный вопрос. Особенно, если бы это было ограничение введено в Украине, то тут бы, конечно, корпоративы, компании, в которых работает больше 100 человек, наверное, было бы для них печально. Но, я вам скажу честно, в Чехии на этом не делают акцент, не парятся. Поэтому просто отменяют те корпоративы, те вечеринки, которые были там ранее. И на этом, в принципе, идет экономия просто средств. Поэтому компаниям лучше не провести это мероприятие и, по итогу, сэкономят еще и средства. Следующий пункт. На массовые культурные, спортивные и образовательные мероприятия, в том числе кинотеатры, театры, музыкальные концерты, вводятся лимиты до 1000 зрителей. И здесь, кстати, только для вакцинированных. Тут, ребят, тоже все можно разделять. Это по-разному. Потому как, если взять там пригород той же Праги, где нет таких, допустим, больших городов и вмещаемость местных театров не позволяет вместить тысячу человек. Поэтому это вообще все не касается этих городов. Если брать конкретно большие города, ту же правую, где вмещаемость будет больше 1000 зрителей на каком-то супер представлении, то да, это, конечно, ударит для местных жителей. Либо для тех, кто планировал поехать и, допустим, на Рождество посмотреть там какое-то представление. Но, опять же, если реально брать наш рабочий класс, иностранцы, которые смотрят это видео, то, я думаю, не сильно кому-то там ударило это ограничение, что они потеряют возможность поехать в ту же правую посмотреть какое-то представление. Я думаю, у нас немного таких зрителей. Опять же, кто любит театры и ездит часто даже здесь за границей, пожалуйста, пишите, делитесь. Очень интересно знать, каких людей есть ли вообще такие люди или нет. Так, ну и седьмой важный пункт положения так называемого локдауна для непривитых продолжает действовать. Сейчас мы более подробно разберем данную информацию, что такое локдаун для непривитых. Так вот, значит, первый пункт здесь у нас посещать предприятия сферы услуг, рестораны, парикмахерские, гостиницы, спортзалы и так дальше, а также массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, то есть кинотеатры, музеи, концерты, стадионы, могут только обладатели сертификата вакцинации или справки от врача о перенесенном COVID-19. Правило 2П – привит либо переболел. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть то, что в принципе выше сказал про театры, что только могут присутствовать на этих представлениях люди с вакцинацией, все это подтверждается. То есть здесь ни антигенные тесты, ни ПЦР-тесты для этих целей больше не признаются. Поэтому только для определенных категорий населения. При этом свободу передвижения и локдаун не затрагивает. Люди по-прежнему могут свободно путешествовать по стране и выходить из дома по любому поводу. То есть если взять опять же первое ведение чрезвычайного положения, которое было 12 марта 2020 года, когда ограничивали полностью свободу передвижения, нельзя было выходить с дому не на шаг, там только погулять собачкой. Там были всякие приколы, что гуляли там с собаками какими-то вырезанными из картона. Ну вот это такие шутки были, конечно, по всему миру. То сейчас насчет этого все потише, спокойно, все выходят спокойно, встречаются, гуляют и так дальше. Следующий пункт. Для некоторых категорий жителей предусмотрены исключения из локдауна. Это дети в возрасте до 12 лет. Как и прежде, они могут посещать любые заведения, сферы услуги, массовые мероприятия без необходимости показывать какие-то подтверждения. Ну, это опять же такая вот шутка. Дети могут ходить, а если родители не вакцинированы, сидите дома. Понятно, что здесь разговор идет о том, что если два родителя, допустим, вакцинированы, то, конечно, ребенка можно брать с собой, если он не вакцинирован, не имеет теста и все остальное, всяких проблем. Следующая категория. Дети в возрасте от 12 до 18 лет. Им разрешили посещать заведения, сферы услуг и массовые мероприятия на основании отрицательного ПЦР-теста. Поэтому, если у кого-то ребенок постарше, нужно сделать ПЦР-тест и тогда идти, допустим, в театр, либо в ресторан. Причем 5 тестов в месяц они могут получить бесплатно. Бесплатно могут получить те люди, те дети, которые здесь имеют гражданство в Чехии, либо те, кто имеет уже ПМЖ. Это касается иностранцев. Им оплатит эти тесты государственная система медстрахования. Срок действия одного ПЦР-теста составляет 72 часа. Ну и следующая категория. Люди, которым по медицинским причинам противопоказано делать прививку. А также те, кто уже начал процесс вакцинации, находятся в ожидании второй дозы или ждут истечения 14 дней после финальной дозы. Они также могут посещать заведения, сферы услуг и массовые мероприятия на основании отрицательного ПЦР-теста. Опять же, 5 тестов в месяц будут бесплатны. Следующий пункт локдауна для непривитых – это то, что вакцинированные жители, те, кто прошли полный курс вакцинации и прошло уже 14 дней после финальной дозы, получили право на 2 бесплатных ПЦР-теста в месяц. Данная мера объясняется тем, что в некоторых случаях такой тест требует и у привитых людей. Идем дальше. Массовое тестирование на коронавирус в начальных и средних школах теперь будет проводиться каждый понедельник. Вузов оно не касается, но непривитым жителям студенческих общежитий раз в неделю придется сдавать тест на коронавирус, антигены или ПЦР. Также для непривитых сотрудников вводится обязательное тестирование на коронавирус на рабочих местах. Оно должно проводиться не реже одного раза в неделю. Для этого предлагается использовать антигены и самотесты. Государство компенсирует компаниям их стоимость. Аналогичная обязанность ложится и на непривитых индивидуальных предпринимателей. Ну что, друзья, вот в принципе такая вот информация. Подводим методи, то есть резюмируем. По сути, в реальности ничего не поменялось. Все как было раньше, уже на протяжении двух лет обязательства и по маскам, обязательства и по тестам. Конечно, громкие названия lockdown, Чехия закрыта и все такое. Это на самом деле неправда. Кто, конечно, вакцинирован, тому чуть полегче, тому больше дозволено. Вот кто не вакцинирован, опять же, приходится делать кучу тестов, ограничивать себя в каких-то действиях. Ну, грубо говоря, прикрутили чуть-чуть не вакцинированным гайки, конечно. Но, опять же, это не смертельно. Если сравнивать конкретно с прошлым годом, когда были закрыты границы, когда был жесткий контроль со стороны полиции, то сейчас реально все намного проще. В реальности границы открыты, въезды открыты. Никаких проблем с посещением страны нет. Единственное, что нужно придерживаться определенных правил. Поэтому наша рекомендация перед поездкой в Чехию проверяем всю информацию на официальном сайте въезда в Чехию и на официальных сайтах своих стран, откуда вы будете ехать. То есть, какие нужно выполнить условия для возврата из Чехии, там, ту же Украину или в другую какую-то страну, откуда вы нас смотрите. Аналогично. То есть, все нужно проверять, что нужно для того, чтобы вернуться в ту или иную страну. Официально для Украины уже давным-давно действует карта по режиму въезду и транзита для граждан Украины. Ссылочки, как всегда, оставляю под видео вот здесь. Здесь заходим, изучаем и используем их. Это официальная страница, официальная карта, которая подтверждена Министерством здравоохранения Украины и поддерживается по всему миру. И еще один адрес, которым я с вами поделюсь, это линия электронной почты цистования COVID-19. Это именно электронная почта Чешской Республики, где вы можете задать все вопросы по поводу въезда, какие у вас есть документы, можно заехать, нельзя заехать. Единственное, что используете чешский язык. То есть, можете написать там на русском, через переводчик перевести, оно там по ломаному, конечно, переведет. Но, в принципе, весь смысл сохранится и его смогут спокойно прочитать. Я лично так пользовался. Я лично задавал вопросы, когда мне нужно было ехать в Украину, забирать ребенка по последней семье. Спрашивал, что нужно для этого. Отвечали, все корректно. Ссылками, сносками вообще проблем никаких нет. По поводу работы сразу скажу, вообще ограничений никаких нет. Визы все выдаются. Это сказано на официальном сайте Министерства иностранных дел Чехии. Выдается и рабочая карта, выдаются и шенгенские визы. Поэтому паники вообще никакой не нужно делать. Все работает, все корректно. Поэтому, кто планировал ехать на работу, едьте. Проблем, ограничений никаких нет. Кто планировал устраиваться по рабочей карте, устраивайтесь. Все тоже работает, всех принимают. Опять же, единственное, что читайте правила въезда в Чешскую республику. Эта вся информация, эти все правила, они меняются. Они есть на официальном сайте Министерства внутренних дел Чехии. Ну что, друзья, у меня на этом, в принципе, все. Все, что хотел сказать, сказал. Если понравилось данное видео, поддерживаем его своими лайками. Пишем свое мнение в комментариях. Кто забыл подписаться, подписываемся на наш канал. Ну а мы уже с вами увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.